Мы начинаем очередное большое путешествие Итак, ну, вот мы и в Гааге Совершенно невозможная улица Можно останавливаться у каждого магазина В прямом смысле, можно сказать, где-то местами даже взрыв мозга Здравствуйте, друзья! Мы начинаем очередное большое путешествие Назовем вот так, дизайн-экспедиция в Южную Африку Ну, вот в прошлом году у нас была дизайн-экспедиция в Азию А теперь мы решили махнуть в Африку Мы уже один раз были в этой замечательной стране Нам очень понравилось Мы решили съездить еще раз и заодно вам показать А начинаем мы свое путешествие Точнее, рассказ о своем путешествии Из аэропорта Цхиппол Аэропорта города Амстердам Ну, в общем, наверное, это тоже отчасти символично Потому что именно выходцы из Голландии Можно сказать, основали, организовали это государство К ним, правда, добавились еще потом французы И датчане, по-моему, еще Ну, в общем, различные нации Ну, они были первыми, которые осели в этом месте Да, то есть там потом, конечно, была очень богатая, насыщенная история И англичане, и англобурские войны Ну, и, конечно, апортеита, которым мы много чего слышали Даже в советские времена Да, наше правительство осуждало это Ну, и, в общем, надо сказать, неспроста Ну, а, конечно, потом уже пришел Нельсин Мандела Демократия Как бы страна начала еще больше расцветать И, в общем, насколько она красиво расцвела Мы вам покажем в этом путешествии Тем не менее, у нас здесь довольно длинная пересадка В очередной раз И мы решили на этот раз махнуть не в Амстердам А в обратную сторону В сторону Гааги Туда ехать чуть-чуть подальше До Амстердама, как вы помните Из одного из наших предыдущих выпусков Ехать 14-17 минут В зависимости от поезда До Гааги ехать 29 минут Ну, у нас и пересадка подлиннее Так что Идем покупать билеты Ну, и по дороге Расскажем вам еще Какие-нибудь интересные детали О нашем путешествии Ну, и, конечно, покажем Гаагу Так что вы не забудьте сразу поставить лайки Но потом вдруг забудете Будьте настолько впечатлены Ну, я надеюсь Итак, ну Вот мы и в Гааге Гаага, между прочим Это по значимости Среди административных центров ООН Четвертый город После Нью-Йорка, Женевы и Вены Здесь располагается Ну, вам известный Международный трибунал Прежде всего Международный арбитражный суд И Тритейский суд В общем Судьи здесь сидят И судят Всех, кого не лень В мире Очень интересный Очень интересный такой замес Современной исторической архитектуры Очень красивый вокзал, кстати И очень интересно, потому что Там так перпендикулярно ходят Какие-то местные электрички Прямо вот над этими поездами Интерсити То есть Междугородними поездами Очень тоже так Забавно это выглядит Мы в Гааге были Лет 15 назад Там, по-моему Во второй приезд вообще Там в Голландии Вот мы только тогда были Поэтому я думаю Что что-то изменилось Но основные достопримечательности Уверен На месте Ну, вот мы по ним и пойдем Потому что у нас здесь Всего лишь 5 часов И Попробуем разобраться Что можно сделать в Гааге За 5 часов Что случилось? Ну, там была Такая транспортная Полесница В которую можно было На меня посадить Я вам не видела И не тужила Итак, первое Куда вы попадаете С вокзала Ну, точнее Самая ближайшая Достопримечательность Это Мауритсхерст Это Национальная картинная галерея Здесь собраны Все великие голландцы Рембрандт Вермейр Рубенс Здание Потрясающей красоты В идеальнейшем состоянии Ну, видите То, что стоит Очередь И, конечно Туда Так просто не попасть Ну, и тем более У нас всего Как я уже сказал Пять часов Конечно, мы не будем Даже туда пытаться Ломиться Мы пойдем И прогуляемся Внутри Другой достопримечательности Это Биненхоф Это замок В котором располагается Нидерландский парламент То есть, это действительно Действующий парламентский комплекс Здесь можно погулять По дворам Говорят, что даже Можно как-то там Попасть Зайти вовнутрь Не знаю Сейчас посмотрим Может, конечно И получится Ну, если не получится То посмотрите Просто Как красиво И Анна Вячеславовна Тащит чемодан Субтитры подогнал «Симон» Друзья Вы думаете Это символ Нового Года А вот и нет Это символ борьбы Европейского движения Против Фермерства Животноводства В клетках То есть, вот Люди борются за то Чтобы Свинки Не Сидели в клетках Жерели А чтобы они Имели возможность Вот так вот Замечательно Прыгать Скакать И вести счастливую Жизнь Перед тем Как их Пустят под нож Молодцы Гуманные Да Гуманные ребята Здорово Ну а мы идем В музей Эшера Это Наверняка знаете Голландский художник Нидерландский художник Яркий представитель Так называемого Имп-арта То есть Импосибл-арта Невозможного искусства То есть Это ответвление Оп-арта Оптического искусства Только Имп-арта Изображаются 3D Какие-то Вещи Которые Вживую Выполнить Или Которые Вживую Существовать Ну просто Не могут По определению И вот Как раз Именно Эшера Занимался Исследованием Бесконечности Симметрии И вот Предлагал Различные Такие Вот Идеи Очень Ну действительно Невозможные И очень Их тяжело Воспринимать И Одним из Скажем так Важных Эффектов Этого Искусства В том числе Были И являются Психологические Исследования Вот Восприятия Людей Этих Ну Невообразимых Невозможных К существованию Фигур И изображений Очень Интересно Друзья Ну мы Под впечатлением Это конечно Действительно Очень интересно И Это Ну В прямом смысле Можно сказать Где-то Местами Даже Взрыв Мозга Потому что Все так Начинается По нарастающей То есть На первом этаже Идет Серия Которая Называется Вечности Там В общем Пейзажи Конечно С Эшеровской Такой Необычной Перспективой Какие-то Натюрморты А потом Начинаются Орнаменты Так называемая Теория Правильного Отделения Плоскостей То есть В общем Когда Встретите В следующий раз Какой-то Орнамент На тканях На обоях Или в плитке Ну в общем Будьте уверены Эшер К этому Приложил Так или иначе Какую-то руку Ну а потом Начинается Конечно Действительно Просто Искривление Пространства Искривление Сознания Потому что Ну невозможно Так Ну просто Какие-то вещи Вообще Непонятно Даже как Сделано С первого взгляда Особенно На вот эти Галереи Понравились Я не знаю Будет ли это Понятно Видно На видео Но это Производит Конечно Впечатление Да Действительно Очень здорово И Само здание Интересное Ну и вообще Как бы Представить Такое Что Это же Зимняя резиденция Королевы матери Эммы Вот в этой Зимней резиденции Теперь Выставка Работ Эшера И К тому же Такой апгрейд Это пространство Прошло Такие люстры Очень необычные Дизайнера Ганса ван Бентема Которую он делает Для какой-то Чешской компании Ну Я что тут Не припомню До какой Ну наверняка Вы Видели Потому что Ходил Мем Люстра В виде Ну В виде В виде Этого самого Вот Это тоже Его А паркет Тоже Относительно Недавно Сделал Другой Дизайнер Американский Дизайнер Дональд Джат Но Он что-то Не впечатлил Да Ну Почему Не Ну на фоне Конечно Все это Оптическая Иллюзия Эшера Он не так Бестяще Сыграл Но сам по себе Харкет Красиво Да Ну в общем Будете в Гааге Это точно Того стоит Посетить Этот музей И полюбоваться На эту коллекцию Действительно Корни Многих Дизайнов Становится Яснее Какие все-таки Кайфовые Везде Ёлки Прям Ну реально Потрясающе Очень красиво Прямо Действительно Настоящие Красивые Как довольно эстетски Украшенные Интеллигентно Не то что наши Эти металлические Конусы Увитые Какими-то Нелепыми Гирляндами Ну в общем Есть чему Получиться Это совершенно Невозможная Улица Можно останавливаться У каждого Магазина Здесь сплошные Галереи Какие-то Интерьерные Лавки Очень Классные Конечно И скульптуры И живопись Ну здесь Это все Прямо на грани С дизайном Потому что Какие-то вещи Ну например Тоже самое Ночной дозор Да То есть Вот это Скомканно Смятая Но это Наверное Все-таки Уже Такая Интерпретация Искусства В общем Очень классная улица Я к сожалению Не вижу Как она называется Но я Обязательно Напишу В описании Поэтому Заходите И эта улица Она ведет Прямо К панораме Мездаха Тоже Интересная вещь Никогда тоже Не были Так же Как и В музее Шара Интересно Посмотреть Мездах 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 Еще одно Довольно благоприятное Впечатление Это Панорама Мездах Мездах Это художник Тоже естественно Местный Хендрик Вильм Мездах Он по-моему Называется В общем Он сделал Круговую Панораму На Пляж С Хевенинген Это тоже Здесь Вот буквально Недалеко На побережье Такое место Отдых Тоже Европейской знати Но прежде всего Североевропейской Знати Прежде всего Голландской Знати Не знаю Мне кажется То что это Первая панорама Которую Я видел Которую Не представляет Батальных Каких-то сцен Все довольно мило Очень здорово Сделано Очень Действительно Чувствуешь Даже себя Как будто Ты там побывал Вот Сегодня мы там К сожалению Не побываем Потому что Просто Да просто Холодно Вот Не самое Лучшее время Январь Как бы посещать Пляж С Хевенингене А вот Если будете Весной Или летом То обязательно Съездите Там очень Аристократично Чем-то напоминает Кстати Биориц Ну так Естественно Более плоский Ландшафт Ну собственно Там Пляж и купальня Вот этот знаменитый Курхаус Появились Примерно тогда же Когда и в Биорице Начался вот этот Буржуазный купальный Сезон О котором я рассказывал Когда мы Собственно говоря И были в Биорице Мне единственное Мне единственное Что здесь нравится Это что Один Предприимчивый Человек Он придумал Такие переодевалки На колесах Ну Знать же Не Пристало Появляться Друг перед другом И на публике Перед холопами В Исподнем Соответственно Джентльмен Или леди Заходили в эту Переодевалку На колесах Там переодевались Лошадь Завозила их Прямо в море И они оттуда Плюхались И купались Ну и потом Обратно забирали Соответственно Эту переодевалку Раздевалку На колесах Вывозили Обратно на берег И там же Помимо всего Есть еще Так же Картины Которые Показывают Последствия Разрушительного Шторма Который был Здесь В 1894 Году И кстати говоря Вот именно После этого Шторма Голландцы Задумались Что пора И защищать Побережье От таких Вот Природных Ненастей Скажем так Ну и начали Строить Различные Заграждения Молы Ну эту Историю Вы наверняка Уже Слышали Совершенно Потрясающий Ретроавтомобиль В общем Мы сейчас Идем На нашу Последнюю На сегодня Точку Ну как же Побывать в Гааге И не посмотреть На собственно Говоря Здание Где Заседает Все эти Международные Суды А здание Называется При этом Дворец Мира Ну вот Здесь И судят Вершат Судьбы Всяких Негодяев Международных Преступников Преступников Здесь Есть Возможность Пройти Совершенно Бесплатно Кстати говоря Посмотреть На здание Снаружи И внутри Ну мы Немножко поздно Пришли Поэтому Уже Нельзя Вот Ну если Будете То в общем Знаете То что Это развлечение Бесплатное И там Есть Приходит Дерево Дерево Желаний Где вы можете Оставить записочку С пожеланием Мира Добра Всему миру Ну это же Дворец Мира Во всех Смыслах Можно сказать Этого слова Вот Собственно И все Ну здание Красивое Интересное Построено В стиле Ренессанс Как Пишут Надеюсь Надежные источники Ну Мне сложно Сказать Еще Одни источники Утверждают То что Здесь смешано Три разных Стиля В любом Случае Здание Довольно Симпатичное Ну и опять же Посмотрите Какая Классная Ёлка Ладно Мы На этом Закончим Нашу Культурно Просветительскую Программу В Гааге Кстати Говоря Так что Вы на всякий Случай Не запутались На Голландском Гаага Звучит Как Ден Дена Гаага Денах Денаха Да Ну Просто Совсем Не похоже На то Как она Звучит У нас Чтобы на всякий Случай Не запутались Может Пригодится Сейчас мы Пойдем Чего-нибудь Перекусим И отправимся Уже В аэропорт С тем Чтобы Вылететь Ну Собственно Говорю В страну Нашего Основного Назначения Поэтому На сегодня Мы Попрощаемся С вами Но вы Никуда не Переключайтесь Потому что Завтра Начнется Самое Интересное Это Очень яркая Очень живописная Страна С очень богатой Историей И С довольно Интересной Архитектурой И дизайном Ну вы же Помните Что Кейптаун Был даже Столицей Мирового дизайна В 2014 Году Так что Оставайтесь с нами И тогда Точно не пропустите Все самое интересное Все пока Увидимся скоро Ну и не забудьте Поставить лайк Если вы Вначале Этого не сделали Друзья И Небольшой По скриптам Мы уже Видели Несколько Брошенных Прямо На улице Ёлок Если кто-то Знает Что это За национальная Традиция Напишите В комментариях Потому что Я не в курсе Ну теперь Все Пока Помимо Машины Ну и конечно Отваги Вам понадобится Еще Мистер Гудман Субтитры Ну вот у нас Анна пойдет Как белая А я пойду Как цветной Мы разомнемся Сначала На детских Ватрушках Здесь Потому что Мне не страшно Мистер 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 Субтитры создавал DimaTorzok